Всем привет! С вами я, Алексей Ивановский. Сегодня мы будем спаривать богомолов. Я это хотел сделать очень давно, но не смог. Но сегодня мы это сделаем. Но обязательно для начала подпишитесь, поставьте лайк и напишите комментарий. Ну что ж, сейчас вы увидите самца. Кстати, пожалуйста, придумайте имя этому самцу. Напишите его в комментариях, а я выберу один из вариантов. Но перед спариванием нужно выполнить несколько действий. Первое, это поселить самца в контейнер, либо же в террариум. Второе, это покормить и двух богомолов. И третье, уже подселять к самцу самку. Ну что ж, у нас есть вот такой вот контейнер. Террариума или других контейнеров подходящих я не нашел. Так что вот. Ну что, время переселять и самца. Я его положил сразу же с палкой, чтобы ему было более приятней. А так же, чтобы он быстро отошел от стресса. Смотрите, какой довольный. Ну и вот наша самочка Энджел. И кстати, да, она снесла еще две ОТЭКи прямо на ветку. И я все-таки начал немножко переживать. Ведь в источниках говорится, то что самки богомолов могут отслаживать от трех до шести ОТЭК. Эта самка до сих пор очень агрессивная. Поэтому я ее немножко боюсь. Ну вот и пришел процесс кормления. Для начала покормим самца. Я даю ему одного опарыша, потому что два и больше он не съест. Он долго не хотел брать пищу. И я случайно ее уронил. Но вскоре он все-таки схватил ее своими передними лапами и начал вгрызаться в ее плоть. Смотрите, как хамчет. Энджел без ужина мы тоже не оставим. Я ей дам три опарыша, потому что она очень любит их есть и может вместить в себя трех опарышей. Бедная самочка упала, и я ей хотел помочь. После этого она не заметила опарыши, и поэтому я решил кинуть его перед ее же носом. И она его схватила. И начала его пожирать. Ну что ж, когда наши богомолы поели, я подселяю самку к самцу. Самка не хотела слезать с ветки, и поэтому я ей помог. Самая первая ошибка, которую я сделал, это посадил самку сзади, что не дало самцу быстро отойти. Самка начала ползти вверх к самцу. Она медленно подходит к самцу. Уже совсем близко. Самец чует что-то неладное. Он пытается убежать от самки. Но у него никак не получается. Субтитры подогнал «Симон» Но вдруг самка хватает самца и начинает грызть его шею Нам приходится принять меры и рассоединить самку с самцом Чтобы самец не пострадал и смог оплодотворить самку Пока что самец боится оплодотворять самку, ведь она уже погрызла его плоть Долго самец не хотел оплодотворять самку, он просто сидел на ее боку Самец не делал резких движений, ведь самка могла принять его за еду и начать съесть Но после того самец быстро запрыгнул на самку и начал ее оплодотворять На этом кандере плохо видно, как он оплодотворяет ее, а на этом немножко лучше Самец опять же не делал очень резких движений Мне приходилось очень долго сидеть возле них, ведь они в любое время могли отсоединиться И я должен был убрать самку от самца После некоторое время самец забрался на самку, а именно на спину Санта Ринкласс Санта Ринкласс Но вдруг самка решила куда-то пойти прямо с самцом на спине. Наконец-то, когда прошло три часа, они перестали спариваться. Семец быстро забежал под салфетку, ведь он не хотел стать едой для самки. После спаривания у самки брушка увеличивалась в несколько раз. К сожалению, во время того, когда самка схватила самца, она начала есть его лапу и теперь она не функционирует. Ну что ж, надеюсь это видео вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. До скорых встреч, с вами был Алексей Ивановский. Всем удачи и всем пока-пока.